13 декабря в Угличском районе стартовал муниципальный этап с российского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России-2024». Состязания педагогов по традиции начались с творческой презентации опыта работы. Мы очень рады, что не изменяем наши традиции, установившиеся в Угличском муниципальном районе. И мы проводим нашим конкурсом движения, проводим конкурс всегда в одно и то же время, в преддверии самого долгожданного и самого замечательного праздника Нового года. В этом году на конкурс заявились 4 педагога. Учитель начальных классов средней школы номер 4 Марина Грицевич, учитель математики 8 школы Наталья Желтова, учитель физкультуры средней школы номер 7 Владислав Смирнов и учитель географии 6 школы Галина Спичкей. Тема моего выступления – создание условий по повышению учебной мотивации с использованием эффекта «Зигарник» на уроках географии. Особенностью конкурса является то, что у нас в этом году педагоги, учителя в первую очередь. К сожалению, воспитатели года не заявились в этом году на конкурс. Причины могут быть самые разнообразные. И эпидемиологическая ситуация, и вопросы с неготовностью на сегодняшний день педагогов дошкольных образовательных организаций участвовать в таких серьезных конкурсах. Ну и, может быть, не видят педагоги в конкурсе какого-то роста своего профессионального. Возможно. Для нас это, безусловно, сожаление. Муниципальный этап традиционно состоит из заочного и очного этапов. На заочном члены жюри провели экспертизу конкурсных материалов, оценили интернет-ресурс, на котором представлен опыт педагогической деятельности участников, и медиавизитку. В рамках творческой презентации участницы представили собственные методики преподавания предмета. Тема выступления Марины Грицевич, учителя с 36-летним стажем, – креативное мышление. Она подвижна, эта тема. Она интересна, она оригинальная. Она именно позволяет активизировать все мыслительные аспекты деятельности не только учителя, но и учеников. То есть самое главное – постоянно двигаться. Вот это должен быть девиз по жизни, по крайней мере, у меня, да, главное – это движение. Двигаться, ни в коем случае не останавливаться на месте, продолжать движение, продолжать жизнь, продолжать именно образование, получать что-то новое, посмотреть, что есть у других, и если есть у меня возможность чем-то поделиться, то я это с удовольствием делаю. Идить, мне кажется, очень сложно, а вот попробовать свои силы – это, мне кажется, мне по силам. Ну, во всяком случае, посмотреть, себя показать. Очень много всяких было мероприятий, но, наверное, это когда детей готовила, а вот себя, наверное, впервые решила. Это повышение квалификации педагогов, профессионального мастерства. Это, в первую очередь, презентация педагогов, их лучших практик, которые они могут продемонстрировать, давая занятия, воспитательные мероприятия на чужих детях. Ну, и, конечно же, это поощрение педагогов, лучших педагогов, которые заявляются на конкурсы, которые готовы действительно делать все для того, чтобы развивать наших детей. Впереди у педагогов еще ряд конкурсных испытаний. Проведение мастер-классов, классных часов и участие в открытой дискуссии по актуальным проблемам современного образования. Имена победителей и лауреатов станут известны 25 декабря по итогам пресс-конференции. Поздравление и награждение участников конкурса состоится 27 декабря на торжественном закрытии года педагога и наставника. Я хочу, чтобы у вас все получилось, чтобы ваши мечты сбылись, чтобы то, что вы имеете, показали сегодня. Ваш опыт, он все-таки неоценим для системы образования. И я думаю, что все у вас получится. Удачи будет с вами. Всего доброго вам. Субтитры создавал DimaTorzok